Виталий Зыков. Цикл «Дорога домой». Книга вторая. Наемник Его Величества. Посвящается моим родителям, Зыковой Нине Николаевне и Зыкову Валерию Владимировичу. Автор выражает особую признательность Пусенкову Роману за неоценимую помощь в работе над романом и Николаеву Антону за поиск проклятых ошибок. Зашевелятся во сне старые хозяева и упадут на землю торнозерных кошмаров, и дадут они ростки. Тогда предадут живые мертвых, а туман и глубин потеряют свои страхи. Наберет силу свет красной звезды, отодвинув тьму и явив миру паутину врага. Фрагмент фиорского пророчества. Так называемые «списки ужасов», частично расшифрованные по заказу Академии общей магии. Пролог В большом зале трактира «Молодой рыбак» сегодня практически не было свободных мест, что объяснялось редким для этого самого южного форпоста королевства Гортаж событием. Вечером выступал заезжий столичный бард. Громкая слава Вурила по прозвищу «Дар Орриса» бежала далеко впереди певца. В фильме на его выступление приходил весь цвет столичной аристократии, что делало пение этого барда элитарным, искусством только для избранных, принося самому Вурилу неслыханные гонорары и столь же неслыханные нахальства и гонор. По слухам, бард попал в этот пусть и крупный, но все же далекий от столичной роскоши городок по причинам вполне прозаическим. Сплетники намекали на любвеобильность Вурила, его неразборчивость в выборе новых пассий. Упоминался в этих слухах и род лурканов, один из влиятельнейших родов королевства. Последние говорили шепотом и делая большие глаза. Но как бы там ни было, бард оказался в Бурнале проездом, давая единственное выступление в лучшем трактире города, и местная элита никак не желала пропускать сие знаменательное событие. Цены на места взлетели до небес, разом отсеяв наименее состоятельных почитателей. И вот теперь с чванливой важностью местные дворянчики и купцы закатывали глаза, изображая удовольствие от неземного пения, не забывая при этом в огромных количествах поглощать разнообразные яства местных поваров. Аврас Чисмар сидел в этом проклятом темными богами кабаке уже который вечер. Приказ лорда Маркуса отличался определенностью и не предусматривал иных толкований. Каждый вечер ждать в трактире молодой рыбак встречи с агентом Тлантоса. Вот и приходилось принимать вид этакого скучающего путешественника, который странствовал по своим делам да неожиданно застрял в городе, то ли ожидая какого-то спутника, то ли просто восстанавливая силы после долгого пути. За пару седмиц он уже стал обыденной деталью местного трактирного пейзажа и не вызывал особого интереса. Но приходит дворянин в трактир, заказывает не самое дешевое вино и тихо пьет. Кому это сейчас интересно? Трудности возникли только единственный раз, сегодняшним вечером. Приезд этого клятого барда так взвинтил цены, что Аврас потратил почти все свои деньги и теперь, изобразив вежливый интерес, в уме уже писал доклад о необоснованно высоких тратах и прошении на получение в банке новой суммы. Долгое бестолковое ожидание и лишние траты не улучшили и без того отвратительный характер мага. Единственным желанием, что сейчас прочно обосновалось в его душе, стало желание набить морду этому столичному выскочке со слащавым голосом, более приличествующим не нормальному мужчине, а какому-нибудь евнуху из загорного халифата. Думая примерно так, Аврас покачал головой и неожиданно напрягся, только мгновением позже осознав, что причиной беспокойства стала тень, упавшая на его столик. Маг поднял глаза и натолкнулся на заградившую свет фигуру небедно одетой незнакомки. Безумно дорогая белоснежная рубаха из паутинного шелка с фиорскими кружевами и черные эльфийские облегающие брючки, широкий красный пояс с узким мечом на правом боку. И если Авросу не изменяло зрение, то на навершии рукояти меча поблескивал хрусталиками глаз серебряный паук. Знак довольно серьезной школы меча. Все говорило о достатке. Больше всего привлекала неестественная бледность лица незнакомки. Можно даже сказать, мертвенная бледность, особенно заметная на фоне жгучей черных волос. И это лицо сейчас кривилось в сардонической неженской усмешке. «Вы не будете возражать, если я присяду за ваш столик?» Мягким голосом произнесла незнакомка. «Вы правы, хотя только Калли знает, как мне будет трудно это делать», выдохнул маг, в котором шевельнулась непонятная неприязнь. «Что именно делать?» Спокойно поинтересовалась женщина и уселась за стул. «Возражать! И если вы сейчас же...» По-звериному, угрожающе приподняв верхнюю губу, хотел было продолжить Аврос, но вдруг осекся и замолчал. Взгляд мага проследил за левой рукой самоуверенной пришелицы, которая, нашарив за воротником рубахи тонкую цепочку, вытянула на свет небольшой костяной медальон и тут же его спрятала. Этих мгновений Аврос ухватило, чтобы разглядеть широко раскрытую когтистую пятерню в круге и ощутить знакомый аромат магии Тлантаса. «Рад вас приветствовать. Извините, сразу не узнал». Чуть привстал со стула Аврос и приветственно склонил голову, сжав при этом лежавшую на столе руку в кулак. Голос его звучал сухо. Маг с трудом скрыл злость и раздражение. Незнакомка имела ранг намного более высокий, чем сам Аврос. «Ну надо же, когтистая рука. Да это же на три ступени выше ранга Чесмара. На целых три ступени. Куда уж ему с его сжатым кулаком на медальоне. Третий ранг есть третий ранг». «Ничего, я понимаю». Снисходительно кивнула обладательница когтистой руки, поискала взглядом слугу и через некоторое время уже заказывала у того бутылку шикарного ралаятского вина, столетней выдержки и пару легких морских блюд. Затем она обратилась к Авросу. «Надеюсь, я не заставила вас ждать?» «Недолго, но это не страшно», — взяв себя в руки, спокойно ответил маг, затем помолчал некоторое время и спросил. «Могу ли я надеяться узнать ваше имя?» «Грас Мергола из рода Сапир», — отсалютовала бокалом с вином женщина. Местная обслуга выполнила ее заказ с завидной быстротой. Аврос, демонстрируя уважение, склонил голову, пытаясь при этом скрыть некоторое замешательство. Ему показалось, что глаза посланницы лорда Маркуса на какой-то миг блеснули красным. Но, видимо, от проницательного взора Мерголы ничто не могло укрыться, потому что она усмехнулась и спокойно уточнила. «Если вам интересно, то я вампир», — Аврос закашлялся. «Простите, но, не сомневаясь в вашем могуществе, я вынужден заметить, что теперь наше перемещение в дневное время будет затруднено». От этой новости Аврос стал до неприличия многословен, перейдя на какой-то канцелярский стиль. «Ерунда, меня эти ограничения уже давно не касаются», — лениво махнула кистью вампирша и вновь налила красного, как кровь, вина. «Не стоит унижать меня сравнением с какими-то почти дикими сопляками, которые еще не достигли своей первой сотни лет». Чисмар на это никак не прореагировал. Его знания о вампирах ограничивались лишь теми общеизвестными фактами, что они пьют кровь, а это косвенно указывает на владение магией крови, боятся дневного света, владеют зачатками магии превращений. Даже сам факт службы вампиров Тлантасу являлся тайной за семью печатями и проходил среди мага Франга Чисмара на уровне слухов. Вот если бы на его медальоне был кристалл! «Я бы порекомендовала прекратить эти бесполезные мечтания. Через полчаса мы выезжаем из города», — все так же мягко сказала вампир. «Завтра к обеду нам надо быть на золотых песках». «Зачем?» — ошарашенно поинтересовался Аврос, который никогда не был на этом самом известном курорте Гарташа. «Есть работа», — хищно улыбнулась Грасса Миргола, показав неестественно длинные клыки. Климат в золотых песках не менялся на протяжении тысячелетий. Мягкие ласкающие лучи Тасса, чистый желтый песок и вечно теплые воды Суудского океана превратили этот район в постоянное место паломничества тугих кошельков со всего Торна и любимое место отдыха магов Нолда. Причину поездки в этот райский уголок Аврос узнал от своей спутницы вампира уже в пассажирской карете, в которой он и Миргола добирались на курорт. Оказалось, что их целью является охрана отдыхающего здесь мага и двух его молодых жен. Не знамо за какие заслуги начальство этого чародея Снолда, кстати, капитана морского охотника, оплатило его отдых на курорте для толстосумов. В течение двух седьмит Саврос и вампирша должны были опекать своего подопечного от всех возможных угроз. Отдыхающие на золотых песках жили в отдельных домиках, скрытых в крохотных рощицах разнообразных плодовых деревьев. Располагались такие рощицы никак не ближе трех-четырех десятков сожений одна от другой.